Здравствуйте, друзья! Меня зовут Арсен Далакян, основатель российского поведенческого департамента. И мы сделали CX-симулятор. Это площадка, где ваши сотрудники учатся дизайну поведения, а потом создают улучшения по Customer Experience, а потом их внедряют под присмотром опытных трекеров. Зачем это нужно? Подробности о самой площадке вы сможете увидеть отдельно в презентации. Сейчас я расскажу, зачем это нужно. А все дело в том, что без кросс-функционального взаимодействия внутри компании, без этого кросс-функционального CX-дизайна, вы не сможете построить и значительно улучшить сам клиентский опыт и впечатление клиентов. Смотрите, как это работает. Каждая функция понимает, что надо улучшать взаимодействие с клиентом. И старается это делать. И руководители мощно в это вкладываются. Но худший опыт остается между функциями, где швы. А клиенты как раз запоминают худшее и по-худшему оценивают весь свой опыт. Это раз проблема. Вторая проблема, что человек, который пытается сшить разные функции в единый сценарий, этот CX-менеджер ваш, он бегает между функциями, пытается это сделать, но у него нет инструментов. И в итоге создается впечатление, что одному ему это надо. И, мол, функция говорит, что мы нормально отрабатываем свою работу по улучшению взаимодействия с клиентами. Что ты еще от нас хочешь? А он говорит, что швы между вашими есть взаимодействиями. Он говорит, что это же не в моих подчинениях. И опять говорит, что не в моих. Вася говорит, что тоже не в моих. Это где-то между. Это, значит, твоя проблема, CX-менеджер. И в итоге складывается впечатление, что цельный клиентский опыт – это головная боль одного человека в компании. А по факту потом все улучшения касаются как раз этих швов. И что здесь происходит? Если мы посмотрим сейчас на экономику Customer Experience, на эту формулу, какая ситуация разыгрывается? Когда начинается кризис, первым делом что сокращается? Конечно, затраты на улучшайзинг. Затраты на всякие активности, которые вроде как нужны клиенту, но напрямую не влияют на те деньги, которые клиент платит. Нет доказательств, что клиент за это больше заплатит. И именно такое отношение к CX создается после того, когда функции говорят, что мы отвечаем за улучшения, которые мы можем изменить. А то, что Customer Experience делает – это вся история. Мы не знаем, что это такое, за это не отвечаем. Начинают сокращать все затраты. А они ключевые на межфункциональные улучшения. Начинают все сокращать. Естественно, падает качество сервиса, удовлетворенность. И это все провоцирует отток. И естественно, как следствие, начинает уменьшаться доход компании. Продают продажи. А в кризис – ой, как больно сокращать доход. И естественно, может быть, когда уже основная волна кризиса прошла, а может быть даже на самом пике, компания начинает бить в колокола. Что это такое? Давайте срочно повышать продажи, проникновение в рынок и так далее. Мы теряем портфель, долю. И начинают включать стрейд активности. Которую быстро привлекли бы людей. Естественно, потому что разгоняться времени нет. Когда грянет кризис, как мы сократим сервис и получим моток, следующим действием будет желание нарастить доход. И единственный инструмент, который будут рассматривать эффективные менеджеры – это, конечно же, трейд активности. Что-то быстро на кончике взаимодействия с клиентом в торговых точках надо настроить, чтобы быстро завтра же пошли продажи. Что это может быть? Это, конечно, только скидки, только промо-акции, только дополнительные какие-то заманухи. Все, что приводит в конечном итоге к ценовой конкуренции. И это упивает прибыль. И цикл замыкается. Змея начинает есть свой хвост. Вот что такое последствия неправильной инвестиции в Customer Experience. Считая клиентский опыт чем-то вроде впечатлений, чем-то, что нельзя измерить деньгами. И это происходит тогда, когда компания рассматривает улучшение клиентского опыта как ответственность одного человека, а не кросс-функциональное взаимодействие. До 30% прибыли может компания потерять, если вы не научитесь работать над клиентским опытом сообща, вместе, разными функциями. Именно об этом, именно этому помогает наш CX-симулятор.